Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе катятся под откос. Скажите, опять размечталась оппозиция. А вот и нет. На этой неделе лидеры России и Белоруссии, правда, катались с гор. В Сочи встреча двух президентов уже, к слову, четвертая за последние полтора месяца. И самая продолжительная. Переговоры длились целых три дня. В официальных сообщениях традиционная фраза обсуждают ключевые вопросы двусторонней повестки и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве. Но наблюдатели и аналитики уверены, речь идет о том, что в 20-ю годовщину создания союзного государства России и Белоруссии Москва хочет государство союзное превратить в единое, а Минск сопротивляется. Все началось с традиционного вопроса. Цены на энергоносители Александр Лукашенко назвал завышенной стоимость российской нефти. Российский премьер Медведев заявил о необходимости Минска и Москвы двигаться в сторону глубокой интеграции. В ответ белорусский президент обвинил Россию в навязывании торга. Я цитирую, я понимаю эти намеки, получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Конец цитаты. Это сказал Александр Лукашенко. Аналитики по обе стороны российско-белорусской границы гадают, удастся ли на этот раз договориться и что собой будет представлять эта глубокая интеграция, если она действительно наступит. Дмитрий Новиков съездил в Минск, чтобы понять, насколько братской там считают Россию и не ожидают ли появления вежливых людей. Книга на белорусском языке. В Вильнюсе вышла книга. А почему Вильнюсе пришлось? Ну, потому что здесь ее не напечатают. Здесь было сказано, что кто напечатает эту книгу, это будет последнее, что он напечатал. И кто продаст ее, это будет последнее, что он продал. 84-летний Станислав Шушкевич в прошлом первый руководитель независимой Беларуси, а сейчас он диссидент на своей родине. Почти 30 лет назад он был одним из тех, кто подписал документ о распаде СССР. Но, кажется, колеса истории закрутились в обратную сторону. Моя жизнь. Распад и воскрешение СССР. Так. После этого эта книга вышла. То есть вы считаете, что сейчас отчасти идет воскрешение СССР? Да. Последние полгода Россия и Беларусь и правда трясет, словно пациента при реанимации электрошоком. Москва и Минск то ругаются вдрызг, то катаются на лыжах и радуют оптимистичными взглядами на жизнь. Какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помните должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять неплохую водку, неплохую закуску. Вы это должны четко понимать. Официально это объясняется экономикой. Но что у Шушкевича на языке, то у беларусов на уме. Путин хочет съесть Беларусь, это совершенно очевидно, но благопристойным образом. Союзный договор фактически был прощальным подарком уходящего Бориса Ельцина Владимиру Путину. Документ был подписан буквально за три недели, как Ельцин ушел в отставку. Я хочу сказать каждому из вас, будьте счастливы. С новым годом вас, с новым веком. Следующие 18 лет Россия и Беларусь проведут во взаимных любовных играх. Образ хитрого батьки, который и жениться не хочет, и подарки берет, укрепился в массовом сознании. Декадат друг друга надоедать не сможем. Как и говорят в Беларуси, газ и нефть в обмен на поцелуи. Но поцелуи, они имеют неточную рыночную цену и меняются в зависимости от обстоятельств. Но пять лет назад обстоятельства изменились. Экономический кризис, политические проблемы из-за Крыма, Донбасс и санкции. Наступил момент, когда в Кремле задумались, не слишком ли дорого обходится ухаживание за Беларусью. Хотите, чтобы мы кормили вас деньгами? Перестаньте кормить нас обещаниями. Как кто-то начинает говорить глупости о вхождении в состав России. Во-первых, это невозможно. Во-вторых, я убежден, что ни президент России таких мыслей не имеет. А президент Беларуси об этом очень честно сказал. Что никогда такого разговора не было, нет и не будет. Все это спекуляции, вот эти разговоры и попытки нас поссорить. Олег Гайдукевич, заместитель председателя партии ЛДПБ. Она формально в оппозиции. Но по выступлениям ее представителей можно сказать, они выражают точку зрения президента Лукашенко. А думает он, что Россию и Беларусь пытаются поссорить. Во-первых, коммерческие интересы. В основе экономика и желания определенных российских корпораций заработать больше денег. Они не думают об интеграции. Они думают о том, как заработать больше денег здесь и сейчас. Во-вторых, Россия и Беларусь, естественно, хочет поссорить Запад. О том же говорит и посол России в Минске Михаил Бабич. Результаты этой работы мы тоже хорошо видим с вами и, соответственно, на примере и Грузии, и Украины. И на что нацелена эта работа тоже понятно. Разорвать вековые связи между нашими народами. Посеять вот это сначала недоверие, потом где-то довести до вражды. Нам передали, что никого арестовывать не будут. Правда, каким образом Запад собирается организовывать Минский протестный Майдан, не совсем понятно. Конечно, за два десятилетия оппозиция в Беларуси десятки раз выходила на массовые акции. Но Лукашенко их всех подавил, а затем и фактически разгромил оппозицию. И вот спустя такое количество неуспешных попыток устроить в Беларуси европейские западные цветные революции, в Минске на полном серьезе и не только представители оппозиции пытаются разобраться, а возможно ли неожиданные действия со стороны Кремля. Например, появление в Беларуси вежливых людей, аннексия и гибридный конфликт. Белорусский Майдан, то он тоже такая вот ловушка как и для Лукашенко, так и для белорусской оппозиции. Игорь Борисов, председатель партии «Громода». Она одна из старейших в Беларуси. Считается проевропейской, но есть один нюанс. В Европу, по мнению членов партии, Москва и Минск должны войти вместе. При этом без всяких революций и Майданов. Иначе это может стать поводом для вторжения в Белоруссию. Если призываешь, скажем, к смене власти через, допустим, площадь, у нас не Майдан, у нас называют площадь, то, соответственно, у Лукашенко есть всегда козырь, что придут русские, под видом оказать поддержку, там могут прийти и как бы остаться. Вопросы о том, что в Беларуси диктатура, а Запад волнует много меньше, чем, скажем, угроза того, что Беларусь может быть присоединена к России. Эта позиция вполне устраивает Минск. Запад не будет пытаться поменять власть в Беларуси, опасаясь реакции России. А что касается Москвы, то с ней можно дружить и покрепче. Но главное не переходить границы. Беларусь была, есть и будет, суверенным государством. Что мы всегда были и будем суверенны. Что уже прошло, извините меня, с момента развала СССР сколько лет, и мы стали полноценным независимым государством. Мы состоялись. Можно, конечно, сказать и по-другому. Беларусь обложена со всех сторон флажками. С одной стороны Европа, которая никогда не полюбит Александра Григорьевича, с другой Россия, явно настроенная в духе «Минск наш». Но не надо забывать, за четверть века Александр Лукашенко уже привык. Обстоятельства меняются, а он остается. Дмитрий Нойков, Георгий Андронников и Леонид Бабков, телекомпания RTBI, Минск.